Это не помогает, а потом нужно еще как минимум ящик 2, потому проще дедуле показалось обратиться за помощью в соответствующую конторку. Капец, там уже уже мыши. Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Мистери Форс, называется оно Жуткая История Крыс. Это будут опять же жуткие мультфильмы, давайте же посмотрим, что там за мультфильм такой жуткий. Также не забывайте про мой телеграм-канал, ссылка есть в описании или QR-код на экране, это сейчас очень важно. Вдруг чего, я там уже держу связь и буду держать связь, если что-то произойдет. И у меня есть также стрим-канал Трово, ссылка есть тоже в описании, я стримлю каждый день, тоже вас там очень-очень жду. О, пошел, почти галял, молодой человек. Добрый день, я хотел сказать, что никаких кошачьих видосов уже больше не будет, и меня понял. Лавочка прикрылась, да. Всем привет, с вами я Дима, и я давно, кажется, вам обещал посмотреть и разобрать серии из третьего сезона Любовь Смерти Роботы. Как вы помните, прошлые сезоны я уже разбирал, и не целиком, а выборочно, именно самое интересное подбирал, а вот сегодня тоже подобрал. Бэт Тревелинг, или Плохое Путешествие. И да, Путешествие, быть может, там ху** было, но про серию точно этого не скажешь. Многие уже дали ей звание лучшего эпизода данной франшизы. Но мне как бы и сказать против этого особо нечего, напряжение, красота, предательство, философия, все как мы с вами тут любим. Советую, конечно... Когда-то я это посмотрю, но когда, непонятно. Серьез знакомиться самостоятельно, но если нет, то нет, я тоже постараюсь, как всегда, от души рассказать. О, это хорошо. Путешествие, давным-давно люди охотились на жабельную акулу. Корабли часто не возвращались из-за этих опасных странств, и тогда народ подговаривал, что у мореходов было плохое путешествие. И тут же на сходу бросают кучину бедствий, шторм и ползущий на палубу клешнеобразный монстр, на которого у команды не то, чтобы были средства для обороны. Какую-то часть команды он убивает сразу же, но потом случайно проваливается на борт корабля. Тогда, уже, видимо, заведомо ожидая подобный исход, команда, недолго думая, принимает решение голосовать. Кто вытащит короткую веревку, тому и не повезет. И в данной ситуации, быть может, это, ну, реально самое справедливое решение. Первым тянет Сёрт, самый молодой член команды. Чисто решает рандом. Вот это уже, возможно, не самое справедливое решение, но Сёрт увезет, и он вытягивает средней длины веревку. Потом берет еще один, еще другой, и вот, наконец, огромный мужик вытягивает короткую нить. Мужик тут же пользуется своими габаритами, внушая команде, дескать, наконец, у них есть лидер. То есть он. То есть вытягивали они якобы вроде как для того, чтобы выбрать лидера. Хотя было очевидно по лицам предшественников, что не ту судьбу они вытягивали. Но с таким бугаем сложно. Вот он хитрец, блин. Чел такой поп. Как? Хочешь жить и не вертеться? Повертелся он нормально. Скоро, эти лучше, наверное, принять его лидером. Ну, типа, ладно, голосовали за лидера. Он же, в свою очередь, выбирает того, кто пойдет расправляться с монстром. И им оказывается мужчина по имени Торин. Ему дают нож и запирают снаружи дверь. И жалко. И тут, знаете, не самый предсказуемый у нас исход. Сожрать Торина так просто не удается. Потому монстр берет труп одной из своих жертв и с помощью него начинает диалог. В страхе, понимая, что тот его понимает, Торин предлагает сделку. Он предлагает довести Танапода до острова, где можно будет полакомиться населением. И внушает монстра, что он нужен ему живым. Что только он сможет довести его туда. Плюс он гарантирует тому пищу. Взамен же Танапод отпустит всю команду обратно в плавание. И даст Торину то, что хранилось у него в желудке. Это ключ от сундука. И лишь с большой долей удачи Торину удается добраться до сундука и сходить пистолет. Я договорился с ним! Это ключ от сундука. Да, как вы понимаете, лидер в команде очень быстро меняется. А потому бугайочка отправляют на пожарание. Однако это еще даже не полдела. До острова, о котором... Карма она такая. Ну, хочешь жить? Умей вертеться. Не не садовались, что тот, как ты вертишься, тебе поможет выжить. Творечь о сделке, плыть 2 дня. Но это не единственный остров поблизости. Торин показывает еще один, который значится необитаемым. Потому Торин предлагает его как второй вариант. Есть, конечно, определенные риски. Но все же и надежда на то, что монстр не успеет очухаться, пока не успеют отплыть, тоже есть. Хотя есть еще одна проблема. Плыть до необитаемого острова 3 дня. И это уже 100% повышает риски для команды, ведь зверь голоден. В итоге перед командой встает социальная дилемма. Плыть 2 дня, но до острова, где есть люди. То есть, поддавать риску невинных людей. Или же плыть 3 дня, но спасти кучу жизней, рискнув при этом своей. Торин предлагает анонимное голосование. Крест на листе. Это желание выполнить просьбу твари. Круг на листе. Поездка к необитаемым островам. И тут Торин понимает интересное развитие. Торин говорит, что перед раздачей бюллетеней он сложил углы бумажек особым образом. Потому он знает, кто и за что голосовал. Вот же крыса еманой, скажет кто-то. Но с другой стороны, довольно умный ход. Ведь теперь он знает, кто из них ставит свою жизнь. Капец винный интеллект. Реально, это такой интеллект. Да, хитрый ход. Хитрый, может быть, не совсем честный. Но в этой ситуации вообще как бы все не очень честно. И, наверное, такие люди, они не особо хороши в долгом плавании. Потому что они в любой момент могут банально предать, лишь бы выжить сами. Да, таких в команде оказывается двое. И одним выстрелом Торин убирает их. Теперь команда едина по духу, идеи и цели. И не знаю, какому плену скидывают они сразу двух на борт. Хотя лично я бы, наверное, растянул монстру удовольствие и как минимум себе жизнь. Спустя время, один из них пытается подобраться к Торину с ножом. По-видимому, обоговорив перед этим с другими членами команды. Но Торин замечает предателя, однако не убивает его сразу. Монстр голоден. Он просит их плыть быстрее. В этот момент наш герой видит кучу детенышей Тонопода. И вот они все ближе к обитаемому острову Файдена. Все больше искушения предать свою идею спасти невинных жителей. Однако Торин обладевает собой и просит команду успокоиться. Они продолжат держать путь к своей цели. Он отправляется спать. А спустя время мы видим, как скоперированная команда по стелсу подходит койке и забивает Торина оружие. Ну, вернее, не Торина, а просто подушки с перьями. Его там нет, но он позади выпускает пулю в затылок. И так он стреляет всю команду. Вернее, ну не всю, а ту часть. Обалдеть, какая же... Ну, чел вообще реально не... Вообще мега умный. Он просто, он прочитал их. Это какие-то такие вообще миллиарды IQ моменты. Что пришло его мутузи, то есть большинство. В ящике слышны звуки шороха, а внутри оказывается тот, кто не хотел этого делать. Торин говорит, что благодарен ему. Они вместе скидывают пищу для Тонопода. А Торин меж тем раскрывает мужику секрет. Он не метил бюллетени. А после скидывает и того на пожирание. Спустившись пусть на борт, то... Нет, но он же не хотел. Торин объявляет о прибытии. После раскрывает еще один секрет уже Тоноподу. Он говорит, что мясо жабельных акул несъедобно. Оно слишком жирное. Краб вряд ли может это знать. Потому он внимательно слушает. Слушает о том, что она несъедобна. Что она непригодна для пошива. И опять же, что она очень-очень жирная. Наш герой выливает запасы жирка на пол. А после поджигает и спасается с корабля на маленькой швы. И на этом картина заканчивается. И так, почему же Торин убил свою команду? Ну, во-первых... Не-не, у меня вопрос в другое. Ну, наверное, за то, что его предали в один момент. И он решил им отомстить. Таким вот... Очень интересным способом. Но зачем он последнего сбросил? Он изначально не хотел отправлять монстра на остров. Который заполнен детьми, стариками. Да и просто ни в чем не виновными людьми. Потому именно он стал искать решение не делать этого. И решение он быстро нашел. То есть отправиться на необитаемый остров. Но, как оказалось, никто его в этом не поддержал. А то, что он пометил якобы бюллетени. И якобы выявил трусов. Это ложь. Оттого, при пересмотре серии, обращаешь внимание на детали, как, например, на... ...отого пацана. Ведь он думает, что его спалили. И Торин видит его страх. И каждый из членов команды после втайне думал, что... О, слава богу, этот Олух спалил не того. Ну, то есть не меня. И Торин знал, что внутри каждого из них есть это понимание. Есть этот страх. А еще внутри каждого из них... Ну, еще я видел, что предательство. Один лезет с ножом. Другие его ночью хотят забить. Не рисковать собой. А почему последнего? И быстрее скинуть монстра на обитаемый остров. Так что предательство он ожидал. Он прислушивался к каждому шороху. И потому не дал себя зарезать. Причем дважды. Ну, а мораль картины сосредоточена на общем благе. На том, что нужно думать не только о себе. Хотя, с первого взгляда, им может показаться, якобы Торин плохой. Нет, по факту он спас кучу народа на обитаемом острове. Вот знаете, это как дилемма трамвая. Знаете об этой дилемме? То есть, типа, на одной стороне трамвая, например, там пять человек, а на другой стороне трамвая ваш родной человек. И куда, если бы вы были машинистом, куда бы вы повернули? Вот типа вот такой штуки. Только тут чуть по-другому, но сутью поняли, что это такая, знаете, моральная дилемма. В ней как бы даже до конца правильного ответа, не знаю, есть он, нет. Но в этой ситуации, наверное, это более правильное решение все-таки. И думает только о себе. Но это не так. И вот серия тем, что здесь есть, во-первых, очень крутые детали, которые обращаешь внимание, на которые не обращаешься. И вот серия как раз крута тем, что здесь очень много деталей, на которые не сразу обращаешь внимание, только при пересмотре. В общем, это Дэвид Финчер снимал, так что что тут говорить. Так, а перед тем, как мы перейдем к следующей серии, хотел бы поблагодарить вот этих вот людей. Благодаря вам контент будет другого качества и другие форматы будут также появляться. Если хотите также помочь монетой, то ссылка будет в описании. Вроде все, спасибо за внимание. Вторая серия, которую мы разберем... Нет, не та самая, о которой вы успели подумать. Средненького психодела я разберу чуть-чуть попозже. Сегодня крысиная серия, такая довольно рофловая, но в то же время со смыслом. Итак, у старика Майсона, живущего на ферме, заводится крыса. Они проедают ему урожай, и оттого дедуля злится. Ну а злость у мужиков в Техаса все мы знаем, как проявляется. Правда, это не помогает. Ничего себе! Нужно еще как минимум ящик два, потому проще дедуле показалось обратиться за помощью в соответствующую конторку. Капец, там же уже мыши. Там ему говорят, что справиться совсем без проблем, и также отвечают на вопрос, что это за... Это дед спросил про вооружение крыс. Ответ, обычная эволюция. Крысы, дескать, вынуждены приспосабливаться и находить способ для выживания. Поэтому неудивительно, что крысиные создания создали для себя орудие обороны. Короче, ничего необычного, ничего страшного, так заверили в компании. И на следующий день привезли специального робота для истребления. Называется он ТТ-6. И сходу он истребляет, ну, случайно Сьюзан, кошку Мэйсона. А потом и весь амбар сияет в его лазерных прострелах. И вроде все за... Пока не раскрывается занавес. Что, на самом деле, они захватили? Да, как вы понимаете, это крысы уничтожили робота. Потому компания выдает старику сразу несколько роботов. Но и они не справляются. И уже потом компания выдает новую, совершенную по части убийств, модель смертоносного железного скорпиона. Поначалу нам, как зрителям, может показаться, что они и с этим справятся. Но... Нихуя. Робот реально справляется с огромной горой крысы. Старик понимает, что робота уже не остановить. И он и правда в силах справиться со всеми вредителями. Однако, в момент этого понимания, он не остается в стороне, а берет и валит железяку. В какой-то момент ему просто становится жалко маленьких созданий. Они садятся вместе и выпивают настойку, которую готовили тут крысы. Ну и любуются закатом. Как я и говорил, рофловая история. Что это? Ладно! Окей! История, так она еще и трогательная, да. А еще и актуальная. То есть то, что начинается как беззаботная история истребления крыс, превращается в метафору самой войны. Все эти технологии, которые закупает одет, они похожи на современное оружие. Ну да, это похоже. Но, конечно, история странная, да. На управляемое оружие, которым можно назвать даже, наверное, солдат в какой-то степени. В общем, на то, что истребляет, но не благодаря твоим прямым усилиям. То есть как генерала, отдающий приказы и не видящий своими глазами весь ужас и страдания. И тут так же, только тогда, когда старик увидел все сам, ему стало жаль крыс. Возможно, он увидел в них не таких уж далеких созданий. То есть серия еще затрагивает тему не таких, как мы. То есть все те, кто кажется нам поначалу не такими, при сближении оказываются очень похожими на нас. Об этом как бы намекает даже головной убор героев. Как видите, он у них один, это кепочка. Да и бухнуть, как мы видим, люди и крысы, они вместе любят. Короче, не судите. Класс, ребят. Короче, с крысами надо дружить, ребят. С крысами надо дружить. Судимы будете. Немного не то. Не судите книгу Паблушке. Не судите людей предвзято. Сначала просто поближе познакомьтесь, а уже потом можете... Там реально какой-то. Но на этом все. Больше роликов можете найти на Бусте. Там же выйдет на неделю раньше разбор серии... Хороший видос. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал Мистери Форса обязательно. Вот первый мультфильм, конечно, очень крутой. Надо будет самому лично посмотреть, чтобы прочувствовать это. И подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. А так, всем удачки. Всем пока. Пау.